Друзья, привет! Меня зовут Антон. Сегодня мы находимся на моем стенде Мир Капитана, город Самара, Экспо Волга. Ну и поскольку здесь много света, очень удобно перемещаться, я вам расскажу, что же можно купить в 2023 году из рыбопоисковой техники Лоуренс и Гармен. Поехали! Ну и начнем, как всегда, мы с нашей модельки Гармен 4 Vivid. Ценник на сегодняшний день 28 тысяч рублей. Кстати, дайте пометочку сразу, в самом начале, что у нас курс евро сегодня 85-40. Вот, поэтому цены, возможно, гуляют. Поэтому заходите на наш сайт Мир Капитана, Лоуренс Самара, и уже смотрите более точные. Либо пишите в WhatsApp, я вам уже буду говорить более правильные цены. Извините, у нас такие времена пока. Значит, Гармен 4 Vivid 28 тысяч рублей. Принципиально полезен и отличается тем, что у него есть технология Clearview и традиционный сонар. То есть традиционный сонар у нас является широким лучом и отлично подходит под квок, чтобы мы видели. Если мы где-то перемещаемся по акватории, ну, Clearview, это тот же нижний скан с частотой 455 килогерц. И самое главное, есть технология Quickdraw, которая дает возможность отрисовывать карту глубин. В этом ценовом диапазоне еще у нас есть Hook 7X, HDI-овский. То есть его основная задача заключается в том, что у него есть возможность классического сонара, есть даунскан. Единственное из минусов, я вижу, что мы не можем разделить экран, сделать отдельно плоттер, потому что здесь не карт-плоттер, запомните, есть просто плоттер. Это когда на белом листе бумаги мы уже смотрим наши пути, треки и точки. То есть картографии здесь и отрисовок карт глубин нету, хотя уже в Garmin как бы есть, но и дисплей 7 дюймов. Значит, следующая модель у нас идет Lawrence 5 Hook Revial. Ее основная задача уже заключается в том, что это полноценный карт-плоттер. Там можно выставлять точки, отрисовывать карту глубин. В нашей компании мы делаем активацию цветного Genesis Live, поэтому каждый метр глубины будет раскрашен в цветном формате от красного до темно-синего. Также преимуществом является технология Fish Revial, собственно, как и название этой модели. В чем прикол? У нас есть сценар, да, где есть просто дуги, и есть даунскан, где более узкий луч, но при этом у нас видно уже хорошо коряги и ветки. Если на приборе HDI, да, первого поколения, надо переключать либо тот экран, либо этот, то в Hook Revial есть возможность наложить дуги на коряжки, да, грубо говоря, они соединяются. И у нас получается вот такая потрясающая картинка, когда есть и дуги, и коряги. И это экономит нам очень сильно место, поэтому за 38 тысяч рублей на сегодняшний день конкурентов данный прибор не имеет. Так же, как и седьмой Triple Shot, к которому мы плавно переходим. Седьмой Triple Shot просто имеет возможность уже, то есть добавляется функция сайдскана. Сайдскан – это боковое сканирование. У нас есть возможность работать на 455 и на 800 частоте. То есть, если акватория для нас новая, соответственно, мы работаем на 455 частоте, и датчик Triple Shot позволяет видеть по 60 метров на каждую сторону. Это в идеальных условиях, на хорошей глубине, при теплой воде, но это дальше физика. Об этом можете посмотреть на моем канале, я там более подробно рассказываю. Также есть частота 800 кГц, она сверхдетальная. Ну, опять же, относительно данного трансьюзера. И позволяет 20 метров на каждую сторону проходить. То есть, если у вас есть боковое сканирование, одним проходом 40 метров сняли, понимаем, где коряги, палки, ветки. То есть, как первый прибор, я рекомендую его брать, он стоит недорого. 63 900 серый и, по-моему, 77 с копейками официальный. Данное оборудование уже идет с картами, с настройкой, с калибровкой и видеокурсом обучения. То же самое девятка. Девятка имеет все ровно те же функции, но при этом у нас с вами появляется просто больше дисплей. По большому счету, все одно и то же. Ценовая политика у них 70, по-моему, 9 до 800 серый и 97 официальный. Ребят, если вы сейчас будете писать, что, Антон, почему у тебя тут нету Гармина в этом ценовом диапазоне, объясняю, что Гармин стоит тех же денег, но при этом у него нет картографии. Вот. Смысл нам завозить Гармины без картографии, когда лорики с качеством выше, потому что 52 датчик работает сильно хуже, чем трипл-шотовский. Потому что трипл-шот, ты понимаешь, что здесь все окей. Понятно, что это не Active Imaging, что это не 56 датчик, но как начальный уровень более чем достаточно. Вот. Дальше Гармин как раз таки выступает уже в свои права. Тут у нас представлена UHD-шка, девятая, великолепный прибор, голова стоит 95, с датчиком GT56 он стоит 136 тысяч, с датчиком GT54 он стоит 110 тысяч рублей. Нет, набрал, 115. Вот. И это потрясающий прибор. У него есть обалденная картография, которую мы ставим всем клиентам в подарок. Я его тоже все Гармины настраиваю. И, что самое главное, они имеют возможность уже подключения Panoptics. Panoptics у нас есть как 34, так и 62 датчики. И это получается самый бюджетный вариант для Panoptics. То есть мы берем 95 и плюс 175, 34 датчик, ну все, готово. Можно уже идти выискивать рыбу, всеми нами любимую. Значит, у нас какая получается история. Дальше у нас идет всеми любимый Elite 9T2. На сегодняшний день, в 2023 году, скорее всего, когда вы будете смотреть ролик летом или осенью, их уже в России просто-напросто не останется. Потому что сейчас мы уже добрали все остатки из Америки, из Европы. И их нету сейчас уже на рынке, короче, конкретной проблемы. Дальше у нас останется только серия Elite FS. Значит, чуть-чуть про 9T2. Тот же датчик Active Imaging 3 в 1, как во всех новых моделях, кроме HDS Pro, но о нем позже. Здесь сенсорный экран, великолепный Genesis Live. Как я говорил, так и буду говорить, что за свои деньги суперадекватный прибор. Лучше не придумать. Ну, по крайней мере, за эти деньги точно. И перейдем к следующей партии. Это 7FS, 9FS. По большому счету, это следующее поколение T2. Он же T3. Он же FS. Ну, чтобы у вас была общая картина. Значит, они мне не особо нравятся. Объясню почему. Потому что у них глянцевый дисплей. Он постоянно бликует. И приходится покупать вот такие козырьки людям. Я считаю, что это неудобно. Значит, принципиальная разница заключается в том, что уже у Elite FS есть прошивки 22.1. Сейчас выйдет 23. Еще, ну, соответственно, там еще 2-3 года. Они будут обновляться. Получается, все самые последние обновления. И самое главное, есть интернет. То есть, вы можете подключиться с другом. Да, можете подключить второй прибор. Третий, пятый, десятый. Неважно. Завести данные с датчиков Active Target. В том числе и второго поколения. И рыбачить с ним. Но при этом у нас маленькое разрешение 800. И яркость экрана все же не дотягивает до HDS серии. В этом же ценовом диапазоне у нас есть 12-я Тишка. Тоже остатки роскоши. Прошлых лет добираем. По цене, правда, очень дорого. Они мне зашли. Они у нас сейчас стоят по 148. И ФСК 7-я, 118 серая. 156 официальная. Тишка 3-я у нас идет 136 серая. 178 официальная. И переходим, наверное, на 9-й лайф. 9-й лайф по-прежнему, считаю, наверное, если у вас есть деньги, это самое лучшее решение для покупки. При условии, что у вас есть возможность купить такое оборудование. Последние штаны не надо снимать. Ребята, запомните. Потому что эхолот – это не волшебная таблетка для рыбы. Ловить вы не станете в 10 раз больше. Вы просто начнете ее видеть. Первый год, как правило, если новички, они вообще ничего ни хрена не видят, ничего не ловят. Потому что кидают во все подряд. 9-й HDS имеет очень высокое разрешение – 1280. У него мега яркий экран. И по цене серый – 179 и 279. То есть на данный момент есть смысл подумать о том, чтобы приобрести все-таки серую какую-то версию. Потому что, ну, ребят, алло, 100 тысяч рублей доплатить, чтобы получить официальную версию. И 18 месяцев, да, кто забыл, прошивки дают. Значит, у официальных приборов прошивка бесплатная, пожизненная, да. Есть гарантия 18 месяцев. У серого нет ни гарантии, ни будущих прошивок. То есть мы вам продаем прибор изначально с русской версии, с последней, да. Но при этом, если вы решите его обновить сами, у вас просто слетит на английский язык. Соответственно, вы можете к нам прийти, там, допустим, за 23-й прошивкой. Мы с вас возьмем с удовольствием 15 тысяч рублей и прошьем его. Вот это да, пожалуйста. Гарантии на серый прибор, естественно, нету никакой быть не может. Потому что пока я вам, как продавец, на фирменном бланке компании не поставлю свою фирменную печать, не поставлю свою подпись, никаких гарантийных обязательств быть нет и не может. Если вы там читаете где-то, там люди пишут, продаю с гарантией год, два, три, десять, вот. Попросите фирменную печать, фирменный бланк компании, где он поставит печать, условия пропишет, гарантийные условия. Вот в этом случае, да, пусть он, конечно, берет их на себя. Серый без гарантии, без будущих прошивок, бесплатных. Вот официально, пожалуйста, будущие прошивки и гарантии. Simrad это очень узконаправленная линейка, потрясающие приборы, по большому счету, FS, то есть еще не было FS, но уже был вот этот Simrad GO 9-го поколения. Он имеет очень яркий, качественный дисплей, полторы тысячи нит яркостью. Это история про покатушки, история про радарное оборудование, про автопилоты. У него есть также датчик Active Imaging 3 в 1, но как для рыбалки он не особо подходит, потому что нету кнопок боковых, а они очень важны на самом деле. То есть, если мы собираем проект для покатушек и каких-то там путешествий, да, мы всегда ставим Simrad. Она отлично выводит данные из двигателя, все там красиво, четко работает, но это не про рыбалку. То есть, если вы к нам придете собирать какой-нибудь A7 Open, да, для покатух, мы ему поставим 9-й либо 12-й GO, и будет выглядеть это вот так вот. Ну и предлагаю идти на стенд уже с последним оборудованием, это HDS 12 Pro, и сейчас об этом поговорим более подробно. В этом году я прям чувствую и уже вижу по графикам продаж, что 9-й Life у нас обогнал 12-й, а все почему? Потому что в Америке начались отличные цены, и серые приборы просто захлестнули наш рынок. На сегодняшний день в нашей компании это стоит 279 тысяч рублей, это серый прибор официальный стоит 420. То есть, понятное дело, что все выбирают 12 Life серый, тем более, что за эти деньги у нас карты настройка, калибровка, Женевиц, видеокурс, обучение на воде и все дела, короче, все это за 279 тысяч. То есть, 12-й Life стал доступен. Да, и Слава говорил сегодня, ну и как бы я тоже это знаю и видел, и многие, кто пользуется 12-шками в курсе, что картинка, если поставить 9-й Life, например, и 12-й Life, то в 9-м Life картинка будет лучше, потому что за счет пиксельности, то есть у них разрешение 1280 у обоих, но при этом здесь растянутая. Но комфортнее, конечно же, работать на 12-шки, потому что когда у тебя идет отдельно сонара, отдельно даунскан, все это не скомкано, все это очень удобно, плюс потрясающе удобные 4 кнопки, на которых ты стопоришь сонары, переключаешься между режимами, все это мега удобно, в 9-ке, к сожалению, этого нет. Все бы, конечно, были бы, если бы возможности, ходили бы на 16-шках, но 12-шка, я прям уверен, что в этом году будет самой продаваемой, как и ФС-ка в прошлом, потому что реально внятные деньги. Сейчас все, кто на ФС-ках походят, они поймут, что это, ну, Г, вот, и пойдут покупать себе 9-й и 12-й Life, вот. И 12-й Life, конечно, очень-очень неплохо, особенно если это не про рыбалку, а про катушки, потому что про рыбалку все-таки 9-й Life бы прикольнее. Ребята, добро пожаловать в 16-й, ой, 12-й Pro. Давайте сразу кратенько. У нас появляется частота мега, наконец-таки компания Lorenz спустя много-много лет все-таки поняла, что, наверное, маркетологи уже добились до разработчиков, что надо мегу. Хотя датчик Active Imaging в прошлых видео мы разгоняли до 960 кГц, мы разгоняли, то есть он мог так сделать. Датчик нового поколения Active Imaging HD способен уже показывать в частоте 1075 кГц. Принципиальная разница, значит, здесь заключается в том, знаете, в чем? Да ни в чем. Нет, тут немного поменяли ядро процессора, оно стало быстрее загружаться. Вроде бы как я уже пощелкал, сходил с ним на рыбалку. Вроде бы интереснее стало работать, но у меня позже на канале будет полный ролик о том, прям с воды, вы посмотрите разницу, поймете, что к чему. Принципиально есть возможность добавить у нас технологию сейчас сразу на карту. Вы можете вывести данные скаута режима, то есть можно включить два датчика Active Target 2, и вы будете видеть скаут, то есть в прямом режиме реального времени вы будете наблюдать картинку. Плюс появилась возможность подключить функцию Fish Reveal, это если вы покупаете блок S3100. Здесь, как на даунскане, никому не нужные полосочки, оранжевые и красненькие, будут выводиться на боковики. Но я думаю, что это бред полный, и отдавать за него дополнительный денег не стоит. Если у вас, допустим, не стоит 12-й лайв, то есть вот у вас есть 12-й лайвовская, вы хотите, чтобы у вас появилась мега, для этого да, мы покупаем этот блок, покупаем новый датчик, ну и, грубо говоря, за 150 тысяч рублей у вас появляется прошка. По большому счету изменений каких-то мегаглобальных я не увидел. Я все перещелкал, все посмотрел, да, там появились новые палитры, новые небольшие функции, но чтобы сказать, что, ребята, бежим за 400 штук покупать серый 12-й Pro, я так не думаю. Друзья, если забыл про что-то рассказать, пишите, звоните, все контакты оставлю в описании, подписывайтесь на канал, всем пока!